Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Что же именно произошло на недавних промежуточных выборах? Ну, наша работа как раз в том, чтобы точно вам всё рассказывать. Но мы не можем, так как в нескольких важных местах ещё неизвестны результаты подсчёта. К примеру, в Аризоне ещё не объявлены победители выборов в Сенат и губернаторы. На данный момент похоже, что Кэрри Лейк и Блейк Мастерс победят. Чуть позже мы обсудим ситуацию по Кэрри Лейк. Но согласно новостным сообщениям, официальных результатов не будет ещё месяц и более. Месяц! Власти Аризоны сегодня сказали CNBC, что они, цитата, «готовы работать до Дня Благодарения и, возможно, до Рождества». Это означает, что результаты выборов, прошедших в ноябре, будут на Новый год. Довольно не быстро. Насколько именно? Но сравнивая с результатами промежуточных в 1862-м, которые подсчитывались при свечах, без машин и электричества, прямо во время идущей гражданской войны, и были завершены к концу недели. И это вся страна целиком. А Аризона — это один штат, который, кстати, гораздо меньше Флориды, которая, как вы заметили, посчитала свои голоса меньше, чем за день, как и вся страна Бразилия. Это унизительно. Если не сказать больше, подсчет голосов — это не какая-то специфическая функция государства. Если бы это было чем-то необычным, как борьба с климатом или равенство, но подсчет голосов — это основная функция государства. Как и поддержание порядка, ремонт дорог, охрана границ, нормальные выборы — это причина, по которой вы платите налоги. Но в Аризоне, видимо, не так. Почему это? Не спрашивай! Приказывает CNN. Если вдруг у вас есть вопросы по этим или каким-либо другим выборам, никаких лишних вопросов, смотрите CNN. Или, если у вас нет кабельного, верьте местным властям. Видишь, это первые результаты, и в этом прелесть демократии. Неважно, республиканец вы или демократ. И еще я хочу сказать в поддержку Брианы, пусть это будет звучать странно. Держитесь подальше от соцсетей, народ. Если вы пытаетесь разобраться, есть ли проблемы с голосованием, то верьте своим местным властям. Верьте нам, верьте источникам, которые знаете и считаете, что они честны. Они делают свою работу и делают ее правильно. Они делают свою работу и делают ее правильно. Да ладно, CNN! У нас есть сведения, насколько правильно они ее делают. Довольно забавно, но мы не согласны. Состояние нашей избирательной системы во многих местах весьма и правда не очень, как и вообще-то результаты вчерашних выборов. Республиканцы клялись, что они сметут. Все красным цунами! Это то, что они нам говорили, и мы, если честно, поверили им, но они не смели, и близко это не сметание. Республиканская партия по итогу может взять палату и сенат в лучшем случае с крохотным преимуществом. Это прекрасно, но это не по плану. План был весьма прост, и неделю назад даже осуществим. Непопулярный президент, падающая экономика, открытая граница. Риск ядерной войны! Как насчет этого? Смешайте все вместе, и как в итоге не получится большая победа для республиканцев по всей стране? Но ее не было. С некоторыми изъятиями, но не было. Джо Байден не был наказан. Он даже нахваливал себя сегодня. Довольно неприятно. Вы хотели, чтобы республиканцы победили не потому, что они настолько хороши, а потому, что демократы настолько плохи, и это именно так. Так что же произошло? Пока мы не озвучили нашу теорию, очевидно, что люди, чья задача была победить, но они не победили, должны теперь заняться чем-то другим. Мы говорим конкретно о руководстве республиканцев в Сенате и в Палате, и в НКР. Ничего личного, некоторые из них, без сомнения, хорошие люди, но они взяли сотни миллионов долларов на то, чтобы раскрасить красным карту, и не смогли. Это не значит, что они злые, что их надо посадить. Это значит, что их не надо продвигать. Никто не должен быть награжден за провал. Если и есть консервативный принцип в жизни, то это принцип меритократии, ты поощряешь превосходство, а непосредственность, или же все развалится. Демократы продолжают поддерживать Тони Фаучи, несмотря на его очевидную некомпетентность. И что это? Это коррупция. Республиканцы никогда не должны так поступать, и если поступают, то зачем за них голосовать? Значит, они такие же. Итак, вопрос, почему республиканцы были вчера так неуспешны? И вы слышали, как многие говорили, что это из-за абортов. Дамы из пригорода взбешены из-за ров. Это весьма вероятно, и кое-где даже так и есть. С другой стороны, множество республиканцев-противников абортов весьма преуспели. Включая Рона Джонсона в Висконсин, Брайана Кэмпа в Джорджии, Теда Бада в Северной Каролине, все противники абортов. Так что аборты, возможно, и фактор, но это еще не ответ. Другие говорят, что причина, по которой республиканцы не так преуспели, как рассчитывали, это Дональд Трамп. Это более сложный вопрос, правда в том, что мы пока не видим всей картины. Извините. В смысле, Трамп всегда был политически противоречив, провалы перемешивались с успехами, но в данном случае он уж точно не был единоличной причиной. Вчера республиканцы потеряли много голосов на выборах, которые никак не связаны с Трампом. К примеру, в Мичигане. Нравится вам Трамп или нет, и многим нравится, а многим нет, это все сложнее, чем просто он. И вот наиболее глупое объяснение из всех... Извините, это... Слухи о выборах. Итак, проблема — это плохие кандидаты, и это по всему Твиттеру. Все твиттерные эксперты говорят вам, что кандидаты были не очень. Квалификация кандидатов важна. Ну, строго говоря, это так. Квалификация кандидата имеет значение, но насколько на самом деле это важно? Что ж, давайте посмотрим. Джо Байден был избран президентом два года назад из своего подвала. Джон Феттерман вчера стал сенатором США. Кто-нибудь считает Феттермана квалифицированным кандидатом? Поэтому он и победил? Потому что у левых качественные кандидаты? Пенсильванцы правда захотели кандидата с повреждением мозга, который никогда бы не устроился на обычную работу. Они и правда посчитали, что он лучше, чем парень, который всю жизнь делал пересадки сердца? Вероятно, нет. Но надо признать, что они хотя бы знали, за кого они голосуют. Они проголосовали за Джона Феттермана. Он бы победил в любом случае. О чем это говорит? Это говорит, что в некоторых случаях качество кандидата не самая важная вещь. А что важно? Ну, то, как выборы проводятся. Это важно. И по сути, иногда это важнее, чем конкретный кандидат. То, как люди голосуют, сильно влияет на итог. И кроме всего прочего, это доступ к каналам коммуникации. Почему это важно? Ну, потому что ты можешь говорить, что захочешь, но если тебя никто не слышит, то это не важно. И это чаще касается республиканцев. Как и сегодня, республиканцы могут беспрепятственно доносить свой месседж только на одном кабельном канале и горстке небольших сайтов. И все. Остальные американские СМИ — это гигантский фильтр по отсеву республиканцев. Это партапарадчики. И только демократические. Можете повозмущаться. У, СМИ у либералов. Но это не про либералов и консерваторов. Это про победу в выборах. И демократы могут побеждать, так как у них это есть. Так что, если республиканцы тоже хотят побеждать на выборах, то они могли бы потратить на это немного денег, чтобы достичь паритета. Другими словами, у демократов сейчас гораздо больше контроля над выборами и почти полный контроль над американскими СМИ. А у республиканцев нет. Нет, это не проблема идеологии, не вопрос «Кто прав?» — это уже понятно нам уж точно. Но это понятно и людям, которые могли бы проголосовать за республиканцев, но не голосуют, так как ничего о них не знают. И это вопрос. Еще раз, не о том, кто прав, а кто нет, а кто изберется на должность, кто возьмет власть. И многие справа, видимо, этого вообще не понимают. Они не смотрят на детали. Два с половиной года назад предыдущая администрация, как и союзники республиканцев в Конгрессе, пассивно смотрели, похоже, подседативными препаратами, на то, как демократы под предлогом ковида переписали законодательство о выборах по всей стране, чтобы поставить своих кандидатов на должности. И они это сделали не просто так, они знали, что они делают. И вчера эти законы, многие из которых действующие, очень помогли. Джон Феттерман осрамился на публичных дебатах. Вы это увидели, он опозорился, он насмехался над выборами. Но это уже не имеет значения. Благодаря предварительному голосованию, его победа была предопределена. Около 70% демократов проголосовали предварительно на выборах в Пенсильвании, а республиканцев только 20. Что ж, хорошо, это произошло. Но это не должно повториться. Эти вопросы решаемы. Вы можете быть услышанными. Вы можете заставить другую сторону, если постараетесь, согласиться на честные правила выборов. Но вы не сможете ничего из этого, пока не признаете, что эти проблемы есть. И это, вероятно, настоящая проблема. Но хватит о грустном. Вчера были и плохие моменты, и хорошие. И мы считаем, что им всегда надо радоваться в любом случае. Хорошие новости надо смаковать. И первая хорошая новость, обратная сторона худшей ее части, это что Джон Феттерман победил в Пенсильвании. И Джон Феттерман не просто победил, он победил, не произнеся ни одного связанного предложения за всю кампанию. Вас это, возможно, оскорбило. Но в каком-то смысле это достижение. Победив, Джон Феттерман разбил самый непробиваемый барьер, который веками не допускал людей с повреждением мозга побеждать на выборах штата. Так что теперь Джон Феттерман не просто сенатор США. Он пионер. И нет ничего, что демократы почитают, любят и превозносят больше, чем пионера. Посмотрите на пресс-секретаря Белого дома. Итак, вопрос, учитывая его это достойное поклонение достижения, как Джон Феттерман может не быть главным кандидатом в президенты в 2024-м? Не мы это решаем, пусть они с Камалой и сами разберутся. Но в то же время ожидайте огромного количества забавных неловкостей от сенатора Джона Феттермана. Смакуйте каждый момент. Вторая хорошая новость для республиканцев, которой они должны быть действительно рады, так как она прекрасна. Иногда просто увидеть своего врага поверженным, это уже хорошо. Председатель комитета Конгресса Шон Патрик Малони проиграл. Возможно, самый склизкий, скользкий, но пока еще не самый тупой член Конгресса со стороны демократов. Малони проиграл человеку по имени Майкл Ловлер на выборах, где никто и представить не мог, что республиканец может победить. И похоже, что Ловлер победил по следующим причинам. Первое, это что Шон Патрик Малони, как и множество других демократов, провел предыдущие полтора года, всячески обсуждая 6 января. Они победят на риторике про 6-е, и в отличие от большинства других, Малони действительно в это верил. Он заявил, что офицер Брайан Сикник был, цитата, «убит 6 января». Вчера, после поражения, Малони еще раз высказался, а догадаетесь, 6 января. Недавно я говорил со своим оппонентом, Майклом Ловлером, и поздравил его с победой. Мы надеемся, что высокий уровень обозленности и разобщенности, с которым мы имеем дело весь этот период, с 6 января до сих пор, мы надеемся на что-то лучшее для нашей страны, потому что это то, чего американцы заслуживают. Мы упомянули, что он умен, и что похоже на благородное признание поражения, и нам всем это нужно с обеих сторон. Было по сути еще одной нападкой на мятеж 6 января. Что любопытно, что округ Малони довольно престижный. Он включает в себя северный пригород Нью-Йорка, где Байден победил с перевесом в 5 пунктов пару лет назад, и эта поддержка исчезла вчера. Если и была одна группа, с которой у республиканцев были проблемы недавно, со времен инверсии 2016-го, это богатые белые воротнички. Но в этом округе они стали республиканцами. Так что республиканцы должны понять, что же там произошло, и не только там, а по всему Нью-Йорку. Демократы потеряли несколько мест в Хадсон-Валли и Лонг-Айленд, в очень голубых районах. И это значит, что демократы, а это и есть их база, богатые избиратели пригородов, демократы гораздо более уязвимы, чем они полагают. И еще раз, республиканцы должны понять, как именно это произошло. Одни из выборов, которые мы еще долго будем изучать и наслаждаться, которым будем еще 6 лет, это те, которые прошли вчера в Огайо. Республиканцы ошеломили демократов в Огайо. Теперь они говорят, «Э, этот штат и так республиканский». Но даже по стандартам так называемого «республиканского штата», республиканцы доминировали вчера в Огайо. Ни один демократ не отставал от республиканцев и на 10 пунктов в выборах на руководящие должности или выборах в Верховный суд. Итак, на уже знаменитых выборах в Огайо в Сенат, демократы потратили на десятки миллионов долларов больше, чем победитель. Это был Джейди Вэнс. Но Джейди Вэнс победил. И он не просто победил, он победил как порядочный человек. И это редкость. В любом законодательном органе. И он победил на правильном посыле. Посмотрите. Итак, народ Огайо взял нас на работу. И нам нужно в течение следующих нескольких лет, в течение следующих шести лет, на всем протяжении этого срока в Сенате, кто бы не был в большинстве, кто бы не был президентом, наша работа очень проста. Это идти на работу каждый день и сражаться за людей в Огайо, биться за наших рабочих, биться за наши семьи, биться за людей, страдающих от зависимости от опиоидов, биться за народ, матерей-одиночек, воспитывающих своих детей, как меня воспитала моя. У нас есть наш великий штат. Голосовали вы за меня или нет, я вам обещаю ходить в Сенат США и сражаться каждый день за народ Огайо. Благодаря вам у нас есть эта возможность. В прошлом году мы потеряли более 100 тысяч американцев от передозировки, большей частью молодежи. Это только за прошлый год. Многие сотни тысяч за последние пять лет. И когда же, в последний раз, вы видели кого-нибудь, упомянувшего об этом в победной речи? Я буду бороться за них, за их семьи, за оставшихся после этой эпидемии людей. От Китая до Мексики, уничтожающие огромные области Америки. Джей Ди Вэн сказал это, и, очевидно, он так и думает. И он победил, уверенно, учитывая, что потратил не так уж и много. Так что это правда хорошие новости. Почти такие же хорошие, как и то, что мы некоторое время не увидим таких, как Бета, Арорк и Стейси Эбрамс, так как они опять проиграли. В скольких выборах эти двое участвовали? Сколько денег демократические избиратели-спонсоры потратили на их выборы? Много! Сотни миллионов долларов! И оба теперь безработные. Потому что неважно, сколько ты потратишь на рекламу еды для собак, если собаке не понравится, то она не будет есть. Это старая пословица от политтехнологов, и в данном случае это так. Бета, Арорку и Стейси Эбрамс было отказано в пользу людей, которые непрофессиональные политики. И в ряде случаев это республиканцы. И теперь последние и самые хорошие новости. Как вы уже знаете, то, что произошло вчера в штате Флорида. Скажем прямо, Рон де Сантис просто вынес всех, и чем больше вы смотрите на цифры, тем более они интересны, показательны и воодушевляющи. Избиратели каждого уровня образования поддержали Рона де Сантиса против Чарли Кристо. Обычно это не происходит на выборах уровня штата. Рон де Сантис победил даже среди выпускников на 7%. Если вы думаете, что это нормально, то посмотрите на последние 5 выборов. Республиканцы не выигрывают среди выпускников университетов на уровне штата, а де Сантис победил. Он победил во всех пяти округах во Флориде. И к удивлению MSNBC и всего демократического эстеблишмента, де Сантис смог взять даже округ Майами-Дейт, а Майами-Дейт по определению округ демократии, и он не единственный республиканец, кто там победил. Другой также выиграл. Майами-Дейт был в пользу Хилари Клинтон на 30 пунктов в 2016-м. Посмотрите на вздох разочарования на MSNBC, когда они поняли, что их испанские избиратели ослушались их точных инструкций. Мне сказали, что есть данные по Майами-Дейт. Это большой округ во Флориде. Давайте посмотрим. Здесь у нас... Да уж. Давайте посмотрим внимательнее. В округе Майами-Дейт три четверти миллиона человек. В 2016-м этот округ был за демократов в 30 пунктов. Хилари Клинтон выиграла этот округ в 30 пунктов. 70% в Майами-Дейт – испанцы. И посмотрите на это. И по почте. И на предварительном голосовании, которое обычно за демократов, республиканец Марко Рубио уверенно лидирует в Майами-Дейт на 7 пунктов. Именно. И молодцы, что говорят правду о том, что происходит. Действительно не лгут. И еще раз, это не только Рон де Сантис, но еще и Марко Рубио. За последние 20 лет в округе Майами-Дейт не побеждал ни один республиканец. Но Рон де Сантис смог, Марко Рубио смог. В конце концов, перевес де Сантиса почти в 20 пунктов. Все настолько плохо для демократов во Флориде, что CBS пошли искать сторонников Чарли Кристо и нигде не нашли. Смотрите. Кстати, я должен сказать, пока мы переваривали нашу пищу и переваривали то, что произошло, мы осознали, что за весь день мы поговорили с дюжинами людей по всему побережью Флориды. В тех, кстати, округах, которые голосовали за президента Байдена в 2020-м. Но к нашему удивлению, мы так и не наткнулись на сторонника оппонента Рона де Сантиса, Чарли Кристо. Бедный Чарли Кристо. И это, конечно же, Чарли Кристо, самый бестолковый кандидат, которого демократы могли выставить, может, потому что они знали, что де Сантис победит. Так что это те редкие выборы, где избиратели, конечно же, отвергают другую сторону. Но на этих выборах многие избиратели, видимо, и опросы это подтверждают, поддерживают сторону, за которую голосуют. Они голосуют не против, они голосуют за. Они голосуют за Рона де Сантиса. Это удивительно, вообще-то. Согласно де Сантису, это переустройство. Вот и он. Знаете, за прошедшие четыре года перед народом этого штата были серьезные вызовы. Как и перед гражданами Соединенных Штатов. И, более того, на пути самой свободы. И мы видели, как свобода, как и сам наш образ жизни исчезал во многих юрисдикциях нашей страны. Но Флорида удержала фронт. Мы выбрали факты, а не страх. Мы выбрали образование, а не промывку мозгов. Мы выбрали закон и порядок, а не бунты и бардак. Благодаря огромной поддержке народа Флориды мы не только победили на выборах, мы перерисовали политическую карту. Так что, как бы вы не были разочарованы итогами вчерашнего дня, то, что произошло во Флориде, это очень важно. Возможно, мы поймем все только со временем, но мы уже понимаем, что это было необычно, неожиданно и основательно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok